19 мая 2023 года я осуществляю предпринимательскую деятельность, открыв кофейню «Роща» в парке «Березовая роща» в городе Назарова, заключив договора с директором МАО «Деос ШОР» в городе Назарова, Рукьяновым, Евгением Петровичем. 13 мая, ну сейчас уже закончился, 11-месячный срок договора, и директор спорта школы 2 февраля уведомил меня об окончании срока действия договора и о том, что в связи с потребностью в учреждении данного помещения задление договора не предполагается. Хотя при подписании договора вот этот срок был обоснован всего лишь нежеланием руководства спорта школы осуществлять регистрационные действия в Росреестре с уплатой госпошлины, а сама возможность фактического продления договора обговаривалась устно и в самом договоре условия заключения также прописана. Пункт 225. Хотела бы пояснить, что в противном случае я бы не стала так основательно вкладываться в краткосрочный проект. Со стороны собственника имущества администрации города Назарова в адрес директора спорта школы 27.02.24 направлено понуждение, то есть предложение в кратчайшие сроки заключить со мной договор сроком на 5 лет. Предложение подписано первым замом главы города Гейнрихом, а мне рекомендовано для заключения нового договора обратиться к Лухьянову. Я, исполнив свое обязательство арендатора за два месяца, уведомила директора о своем намерении заключить новый договор. Такое же право заключения нового договора закреплено за добросовестной стороной согласно положении ст. 17.1 Федерального закона о защите конкуренции, 135 ФЗ. Поддержку сохранения кофейни Роща в действующем формате на ближайшие 5 лет Назаровцами к коллективному письму на имя директора и депутата Назаровского горсовета Лухьянова всего за 14 дней были собраны подписи жителей и гостей города общим количеством 1083 человека, то есть 1100 человек. Дополнительно к собственным денежным средствам, вложенным в этот социальный коммерческий проект, в ноябре 2023 года я получила грант в размере 204 тысячи рублей на начало ведения предпринимательской деятельности по соглашению номер 9 от 15 ноября 2023 года с муниципалитетом целью предоставления такого гранта по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» по решению президента является не краткосрочное достижение получателям финансовых и количественных результатов для галочки, а его долгосрочная многолетняя работа в созданных государством благоприятных условиях. В случае закрытия кофейни и, соответственно, недостижения заявленных показателей по выручке и уплате налогов за 2024 год я должна вернуть полученный грант в бюджет. Мне предстоит не только возврата гранта, но и полное прекращение предпринимательской деятельности, что впор не противоречит главной цели нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Также хочу напомнить, что мы сейчас говорим не про какой-то крупный бизнес, а наш семейный микробизнес, где занятый я, мой супруг, «Мой старший сын и дочь сейчас находятся под угрозой прекращения». Хотя, согласно указу президента Российской Федерации, о мерах соцподдержки многодетных семей, номер 63 от 23.01.24, многодетные родители, статус которым присваивается бесстрочно, должны получать поддержку государства в виде стимулирования занятости в сфере предпринимательской деятельности. Я не говорю сейчас про пособия, я не являюсь получателем никаких пособий. Всего лишь о стимулировании занятости в сфере предпринимательской деятельности. Также высшим должностным лицам, субъектам Российской Федерации нужно обеспечить поддержку организаций, деятельность которых направлена на укрепление института семьи и защиту интересов семьи.